Валерий Шацкий Здравствуйте, дорогие рязанцы! Хочу сразу вас поздравить с недавним праздником, со Всемирным Днем Театров. Расскажите, как вы его отметили? Ну, замечательно. Люди отмечают, награждаются. Проходит у нас традиционно бал Мельпомены, на котором это своеобразная такая, такой местный Оскар, Оскар местного разлива. И на нем, так сказать, дают всевозможные какие-то награды. Правда, я никогда не любил наград, потому что считаю, что искусство, оно, ну, как бы, выше всех наград и выше всех похвал. Это дело достаточно вкусовое. Люди ставят разные спектакли. Важно, чтобы они эмоционально действовали, будили мысли, чувства добрые. Вот это главное. Поэтому замечательно праздничный день. Как бы этап близится к конец сезона, юбилейного для всех трех театров почти, что нашему тоже вот мы хотим в апреле месяце отметить свой день рождения. По одному из леттоисчислений театру 45 лет, а 45 театр ягодка опять. Говорят, что театр отражает жизнь. Какие темы ставит перед вами 21 век? На что вы делаете в первую очередь акцент? В центре всегда, как бы, театр, искусство такое, вроде как бы, общечеловеческое и социальное. Театр тоже бывает. Время от времени становится, уклон такой делает то в политическую сторону, то в сатирическую, то в комедийно-разгрузочную. Но всегда в центре его это проблемы человека, взаимоотношения человека с обществом, между собой, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И это, как бы, одна из основных тем искусства вообще. И театрального тоже. Поэтому, но для нас очень важно в 21 веке понять, потому что мы со временем становимся все жестче и, как сказать, человек становится все более жестоким. И понять вот эту природу человеческой жестокости очень важно с самого раннего детства. Потому что моя задача прививать именно доброту людям в детских спектаклях. Я поэтому и люблю больше детские спектакли, потому что здесь, как бы, больше шансов и вероятности воздействовать на эту почву, на эту ниву. Вырастут хорошие плоды. Но, тем не менее, мы вот, последняя работа театра, это по Федору Михайловичу Достоевскому, который называется «И наказание». Потому что у Федора Михайловича преступление и наказание, а для нас важно понять наказание. Вот наше смешное, забавное современное время, почему человек решается на такой поступок и почему он это совершает. Как можно лишить человека другого в жизни данным Богом и родителями, другими людьми. И поэтому вот это очень важно для нас. И эта премьера, которая прошла, на мой взгляд, очень интересная, очень важная, потому что это спектакль, на котором можно действительно и посмеяться, и подумать о нашей жизни, и содрогнуться ужасу человеческого бытия. И в то же время попытаться для себя решить вот этот вопрос, что же делать. Какие еще премьеры мы увидим в ближайшем будущем? Ну, премьеры у нас, премьеры, я очень боюсь все время говорить про премьеры, потому что, как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Вот, и когда я начинаю рассказывать о планах, потом оказывается, что Бог жестоко посмеялся. То не сошлось, то не получилось. Ну, вот мы сейчас уже, художник готовит спектакль для самых маленьких, спектакль, который должен пойти в малом зале. Это «Ежик и его шубка». Такой спектакль о твердости слова, вот, и что бывает, если ты начинаешь друзей своих обманывать. Вот, и как это тяжело всегда переносить. Поэтому это вот для самых маленьких, такой веселый, озорной спектакль. И ставит его Владимир Коняхин, наш актер и режиссер. Затем должна быть постановка по сказкам северного писателя Степана Писахова. Это такой удивительный сказитель русский, фантазер на русскую тему. Это такой, своего рода, Мюнхгаузен российский. Человек, который так любит свою родину, что превозносит и придумывает вокруг этого, что лучше ничего не бывает. И вот на этой родине и медведи ходят по улицам, и северные сияния, когда надо, включаются. И вообще дома пляшут. Ну, такой вот русский веселый такой быт. Ну, и для взрослых мы хотим поставить спектакль «Голый король». Это такая лирико-политическая сказка. А скажите, а что важно для артиста кукольного театра? Самое главное. Для артиста театра кукол важно иметь неуемную фантазию и какую-то внутреннюю способность уметь оживить любой предмет благодаря своей собственной фантазии. Вот это основное. Потому что я лично считаю, что даже актер драматический, вернее, театра кукол, он, эта профессия более сложная, нежели чем актер драматического театра. Потому что Бог дал тебе в драматическом театре твою фактуру, и ты работаешь, да? То здесь актер-кукольник должен иметь и фактуру, и еще иметь возможность оживить любую другую фактуру. Потому что когда художник предлагает ему куклу или какой-то объект для того, чтобы он был участником театра, субъектом театрального действия, то ему нужно это по законам человеческого духа и по законам пластики, заданной художникам, создать жизнь, уметь через эту неживую материю общаться либо с живым человеком, либо... Поэтому я считаю, что самое сложное из всех видов театральных искусств, это, с одной стороны, профессия циркача и руна, потому что балетные актеры, это актеры тоже, как сказать, на грани физических и человеческих возможностей, ну и мистико-физиологические особенности кукольного вида искусства на третьем месте. Вот так я бы так сказал. Скажите, а почему вы решили пойти работать в театр? Театр кукол? Да. Потому что театр кукол — это искусство философов и детей. Хотя то и другое примерно одинаково, что философы, что дети. Потому что это самый театральный вид из всех видов театрального искусства. Потому что здесь все создается воображением, художником, и это театр безграничной фантазии, безграничных возможностей. Поэтому я как-то пришел в театр. Хотя в свое время меня приглашали актером работать в Товстоноговский театр. И по молодости я, конечно, даже и был момент, когда там хотелось, что-то внутри шевелилось. Но я все-таки вовремя понял, что мое в другом месте. А вспомните, какая у вас была самая первая кукла? Самая первая кукла? Это был такой фельдфебель, кукла фельдфебеля в спектакле «Неразменный рубль» по русской сказке. И этот фельдфебель был такая кукла с огромной головой. Правда, лоб у нее был очень маленький, а рот, пасть такая огромная. И еще из особенностей у нее был большой кулак. В левой руке он держал какой-то приказ, а правую руку всегда прятал. И вот когда он приходил куда-то, зачитывал этот приказ, а потом, когда ему кто-то что-то возражал, он орал. Открывалась огромная пасть такая «Замолчай!» А потом доставал кулак и показывал «По морде дам!» Это вот такой отрицательный персонаж был в начале моей карьеры. Видимо, он повлиял на меня в лучшую сторону, поэтому я сейчас добрый и стараюсь играть добрый. Спасибо. Пожалуйста. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!